Девушки отдыхают Но в Иврите это Дворим Это название отображает идею того, что Бог пошлет свое слово Потому что в 10 главе книги «Бытие» группа людей Пытаются построить башню, чтобы сделать себе имя В 10 главе книги «Бытие» В самом первом стихе Во многих переводах говорится Извините, это 11 глава На всей земле Был один что? Один язык И одно что? Одно наречие В буквальном смысле эти слова звучат На всей земле Был один язык И одно слово «Дворим» Дворим Ахадим Когда мы говорим о языке, то упускаем суть Когда говорим о речи Весь мир знал Дворим Слово Бога И они восстали против Слова Бога Потому Бог говорит Вы хотите восстать против Слова Бога У вас могут быть собственные философии Свои религии Но будет столкновение ваших религий Одна с другой Видите суть? Ваши религии смутят друг друга Будет насилие Непонимание Напряжение Вот к чему пришел современный мир, не так ли? Философия, религия различных мастей Теология из различных источников Это приводит только к насилию, напряженности и так далее В середине книги Второзакония Бог говорит, не будьте такими Шма Израэль Адонай Элухейну Он един Его слово одно Обратитесь к его слову Пророки говорят, что такого не происходило Исайя идет к царям Иеремия идет к царям Иезекиил идет к царям И говорит им Вы переписали Тору? Помните, Бытие 17 глава, 18 стих Мы уже размышляли об этом Каково первоначальное задание царя? Прежде его коронации Каково его первое задание? Напиши для себя копию Торы Мишне Тора А теперь цари так не поступали Они обратились к другим богам Они не размышляли над дворим В результате это привело к смятению И насилию И разрушению Поэтому пророки приходят к ним И дают им слово Бога Код бар Адонай Код бар Адонай Это слово Бога Так говорит Господь Это слово пророка Вчера мы начали дискуссию По книге 12 Почему по книге 12? Смогу ли я подключить это? Спасибо Спасибо Почему именно книга 12? Потому что было 12 племен Израиля В каждом из этих колен Израиля должен был быть свой царь Принц Конечно, царя избирали из одного колена Это был царь Давид Но этим коленом было дано поручение И это поручение также можно найти в Торе Когда Бог дал Тору На горе Синай Вот что Он сказал Исход 19 Пожалуйста, откройте вместе со мной 19 главу книги Исход Бог говорит народу Я дам вам мою Тору Я дам вам мою Тору Я дам вам мои 10 слов 10 дворим 10 дворим Вот что означает 10 заповедей 10 дворим Почему я даю вам 10 дворим Почему я даю вам 10 дворим Исход 19 глава 6 стих 6 стих Исход 19-6 Вы будете у меня царством священников И народом святым Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым Почему Тора дана евреям? Потому что это их поручение Быть священниками Всему миру Чтобы вы не слишком радовались по этому поводу И не гордились И не говорили У нас есть Тора, у нас есть Тора А у вас нет Торы, у вас нет Торы Нет, она дана для того Чтобы они стали царством священников Пророки говорят Посмотрите, что вы сделали Тора дана вам, чтобы вы стали царством священников А вместо этого вы делаете то же, что делают другие народы Вы советуетесь с Духами Вы приносите своих детей в жертву Ваалу Вы отсылаете своих женщин в храмовую проституцию Сразу же после их первой менструации Вы просите совета у жидкости, чтобы Дух воды ответил вам Вы принесли всех этих богов и богинь в храм Что же вы сделали? Что же вы сделали? Это голос пророков к народу Божьему Которые представляют 12 колен Израиля Сколько учеников было у Ишуа? 12 учеников Все эти ученики пошли в различные части мира Павел пошел в Рим Петр был распят вверх ногами в Риме На том же месте, где сейчас стоит Папа Ученик Фома пошел в Индию Потому что там были евреи Он хотел проповедовать им Евангелие о том, что Мессия пришел Они уверовали в Ишуа Вместе с ними также уверовали многие индуисты И Фома был убит в Индии Андрей был убит в Грузии Поэтому эти 12 учеников провозглашали То же послание пророков Призвание к вам и ко мне Вы и я должны быть пророками и апостолами в нашем веке Давайте помнить об этом Что Исайя был убит Все апостолы и ученики прошли через гонение Задача распространения Дворим Адонай Нелегкая работа Это нелегкая задача Поэтому вы и я должны быть жестокими В проповеди Евангелия Знаете ли, что намного легче иметь огромную церковь Или огромную мессианскую общину И сказать, давайте танцевать Давайте хорошо проведем время Все проведут хорошее совместное время Все скажут, шаббат шалом, шаббат шалом Вот какова библейская жизнь Но не только это Да, это радостно Но пророки говорят, что в жизни есть намного больше Он говорит о смерти И это жесткое послание В английском есть выражение Называй вещи своими именами В португальском есть такое выражение Назови, как оно есть Назови, как оно есть Будь прямым Не будьте политически корректными Вот такими были пророки Их эмоции были на их плечах Поэтому это обращение Бога к нам Это послание о смерти Это послание о смерти Но есть также послание надежды Поэтому давайте окунемся в это Во-первых, мы найдем в книге Осии Именно в посланиях пророков смерти Осия говорит народу Грядут дни Когда Господь покажет свой хесед ко всем людям Его завет любви Весь народ Божий пойдет и встретит Бога Будет красивая брачная вечеря Когда Бог приходит и устраивает свое царство И мы полюбим Его Нерасхлябанной любовью Существует разница между эмоциональной любовью Сексуальной любовью И такого рода любовью Это постоянная любовь Вечная любовь Затем Иоиль Скажет Дух Божий сойдет на вас Вот каким образом вы узнаете о Дне Господнем Когда люди будут говорить всевозможными языками Не только ради того, чтобы говорить языками И сказать, я говорил языками Но чтобы провозгласить о славе Господа До краев мира И затем Амос говорит Знаете, что придет День Господа? День Господень придет, когда царство Давида снова будет установлено Его сука пала Она разрушена Но будет воскресение Мертвые воскреснут Все они придут в суку И будут праздновать праздник Кущи Авдий говорит о том же Он говорит, что это будет суверенное царство Бога Когда люди в Ираке, Иране, Сирии Ливене, Хазбулах Все они придут и скажут Только ты, царь Вот о чем говорит Авдий Поэтому существует послание о разрушении Помните, как я говорил, что из всего этого разрушения Выходят лучи света И я говорю об этих лучах Иона говорит об этом Хотя в принципе он не говорит ничего Иона был ужасным пророком Он должен был научиться Что эти плохие, нечестивые люди Ниневе и так же покаяться Это очень интересно Как там сказано, что не только народ покаялся Но и царь Но и животные покаялись Каждый покаялся Иона говорит Ух Господь, я-то думал, что ты уничтожишь их Это очень ужасно Я всегда знал, что в тебе есть что-то еврейское Знаете, что это? Давайте посмотрим на это Хорошо посмотреть на то, что я нашел в Библии Поэтому откройте книгу Ионы После их покаяния Покаяния ниневитян Глава 4 стих 1 Когда Бог простил всех ниневитян То Иона сильно огорчился этим Очень-очень плохо Он очень разозлился Представьте себе Бог его огорчил Он спрашивает его Что случилось? А потом Я изучил мою Библию Я всегда знал Во втором стихе Я всегда знал, что ты Бог благий и милосердный Долготерпеливый и многомилостивый И сожалеешь о бедствии Мне это в тебе не нравится Потому что тебе нужна пластическая операция Здесь используется слово Медлителен на гнев Медлителен на гнев В еврейской Библии это Эрех Ахаим Знаете, что это означает в буквальном смысле? В буквальном смысле это значит, что у вас длинный нос Господь, я всегда знал, что у тебя длинный нос У тебя огромный нос Вот почему у тебя длинный фитиль Вот что это значит Короткий фитиль и длинный фитиль Когда вы зажигаете фейерверк У тебя длинный нос, поэтому у тебя длинный фитиль А если короткий нос То короткий фитиль И ты быстрее разозлишься Вот что это значит Поэтому он говорит Богу Ты должен сделать пластическую операцию Поезжай в Бразилию, и там дешевле Вот это он говорит Богу Разве пророки не смешные? Пророки очень-очень смешные Они говорят эти послания о разрушении и смерти Но прямо посередине эти самородки Подними надежду Но также так много юмора К сожалению, на португальском и английском это так часто упускается Затем пророк Михей Еще один значительный пророк Михей проповедует об уничтожении И прямо посередине всего этого он говорит Я смотрю далеко в будущее На день Господень На Йом Адонай Поднимется гора Господня Она продолжает расти И продолжает подниматься Когда я смотрю, гора Эверест будет умаляться И день станет таким же большим, как и гора Куда сойдет Бог Мессия сойдет там Каждый посмотрит на Него и скажет «Вау! Это Мессия!» И они поклонятся Ему Наум скажет Что день Господень известен как день божественного воина Когда Мессия сойдет со своим блистающим оружием И люди поклонятся Ему А Вакум скажет В день Господень везде будет праведность Больше не будет коррумпированного правительства Здесь в Бразилии В Индии Или в Америке Не будет коррупции Потому что будет праведность Люди будут заботиться друг о друге Не будет бедности Потому что все будут говорить «Можно я помогу тебе?» «Можно я исполню свою митсву?» «Можно я исполню свою митсву?» И все скажут Господу «Амэн!» «Жизнь веры! Амэн! Амэн!» И Сафония скажет то же самое Будет чистота Наши глаза изменятся Наши внутренние глаза Мы жаждем этого Знаете, особенно мужчины Глаза идут за плотью Но давайте же, парни Давайте примем это Давайте примем это Но в то же время Наши глаза изменятся Они будут очищены Наш ум будет очищен Разве мы не ожидаем Этого славного дня? Поэтому в этом послании О разрушении есть послание О чистоте И восстановление Деревья будут зелеными И красивыми, как никогда раньше Птицы будут красивыми, как никогда раньше Потому что мы испорченное творение Также послание о воскресении О котором проповедует Агей Захария проповедует о воскресении Малахия проповедует о воскресении И говорит, что в тот день Весь Божий народ будет его Сегула У него очень и очень особенная невеста Это будет удивительный день Поэтому пророки просто удивительные люди Давайте очень кратко рассмотрим Каждого пророка Хорошо? Кем был пророк Осия? Пророк Осия жил в Северном Царстве Помните, на первом занятии Мы рассмотрели первую часть Невиима Чем славилось Северное Царство? Зло, зло, зло Они душили сами себя В такой ситуации оказался Осия Он говорит царям Израиля Не будьте ра И затем смотрит на окружающую историю И видит Египет Видит новое царство Осирии Названное Нео-Ассирийским царством Цари Израильские хотели установить взаимоотношения с этими царствами Потому что это круто Это классно Когда вы входите в школу или в офис То хотите находиться рядом с крутыми людьми И этого же хотел Израиль А Осия говорит Нет, нет, не делайте этого Потому что вы поклоняетесь их богам и богиням Вы делаете то же, что делают они Это как проституция Тора говорит В Левит 19, 29 21 глава 9 стих Второзаконие 23, 18-19 Что это мерзость пред Господом Другие народы делают это Проституция правильная вещь Это происходило в храмах Жрецы и жрецы делали ужасные вещи перед народом И каждый скажет Вау, что это духовно Но вы не должны этого делать Поэтому Бог просит Осию сделать что-то очень интересное Он говорит Осии Пойди Я хочу, чтобы ты женился на одной из проституток Осия говорит Кто? Я? Господь, а я думал, что это неправильно Бог говорит Осии Иди, иди и делай это А Осия был послушным парнем Он был как Матеус по отношению к Марселло Но Осия делает то, что от него требовал Бог И женится на ней Рождает от нее детей И дает им смешные имена Сын Израэль Дочь Лорухама И третий сын Лоами Затем его жена уходит от него Осия идет к Богу и говорит Что я должен делать сейчас? Ты попросил меня жениться на проститутке Бог говорит, иди и возьми ее во второй раз Поэтому он идет на улицу красных фонарей Прикрывает глаза рукой И спрашивает Не видели ли вы мою жену? И они ему говорят Здесь нет жен Здесь одни проститутки Он говорит Нет, нет, моя жена здесь А она живет с самым ужасным сутенером той местности Осия идет к нему и говорит Пожалуйста, верни мне мою жену Пожалуйста, верни мне мою жену Поэтому его жена возвращается обратно Но возвращается ненадолго И затем опять уходит Он обращается к Богу и снова спрашивает Что же мне теперь делать? Бог говорит Иди и снова возьми ее Поэтому история продолжается дальше и дальше Бог обращается к Осии и говорит ему Знаешь Так же поступил со мной мой народ Вот как они поступили со мной духовно Они блудят с богами и богинями других народов Практикуя самые презренные сексуальные практики Но на этом он не останавливается Посмотрите на вторую главу Осии Осия один из этих маленьких пророков Эта книга идет после книги Езекиил Глава вторая Вторая глава Давайте начнем читать с 19 стиха И обручу тебя мне навек И обручу тебя мне В правде и суде Цедек и мишфах Два основных слова В благости и милосердии Хесед Очень важное слово Рахамим Рахамим Милость И обручу тебя мне в верности И ты познаешь Господа Дальше Двадцать первый стих Байом хаху Байом хаху Байом хаху И будет в тот день Я услышу Говорит Господь Услышу небо И оно услышит землю И земля услышит Хлеб и вино и елей А сию услышат Израиль И посею ее для себя на земле И я Рахама Вместо Ло Рахама Нет милости Они испытают Мою милость Помнишь своего ребенка Ло Ами Что значит Они не мой народ Я назову их Мой народ И я обниму их Крепко-крепко Не знаю Испытывали ли вы ранее Такие объятия Или нет Объятия И снова объятия Некоторые люди подходят И очень крепко вас обнимают Было у вас такое Но люди, которым нечего скрывать Обнимут вас Нежнее Замечали такое? Это будут самые лучшие Объятия в вашей жизни У вас ранее Никогда не было Таких объятий Вот что говорит Бог Я восстановлю ее Вот структура книги Осии В первых трех главах Бог говорит народу Через пророка Осию Вы убегаете от этого ужаса Тешу-ва 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 Возвратитесь Возвратитесь Придите Придите ко мне Я знаю, что никто не хочет вас взять Но я приму вас Кто прошел через это Понимает О чем Господь говорит Трудно принять неверного человека В своем доме Все равно Будь то мужчина Или женщина Даже если это случилось один раз Это трудно Очень трудно Но Бог говорит Вы так поступаете со мной Снова и снова и снова Тешу-ва Но Тешу-ва Возвратитесь Я приму вас Я приму вас Вот в чем красота Бога И затем в Би Он говорит Что у меня есть доказательства против вас На различных уровнях Но все еще я хочу принять тебя Но затем он говорит о социальной и ритуальной коррупции Поэтому это рассматривается на всех уровнях Видите ли, что грех не существует только на одном уровне Грех существует на всех уровнях На ментальном уровне Эмоциональном уровне Духовном Физическом И социальном уровнях Существуют социальные измерения греха Все они взаимосвязаны Поэтому Исаия говорит Не обманывайтесь Не думайте, что вы согрешите в одной этой сфере И все будет в порядке Никто об этом не узнает Это не природа греха Когда вы грешите То Он захватывает каждую сферу И поедает вас Поэтому грех поедал Израиль Вот почему Бог судил Израиль Позвольте мне рассказать Божью точку зрения на суд Суд это проявление Божьей милости Мы говорим, что во времена Ноя Бог судил всех людей И они умерли Знаете ли вы Что первая часть бытия 6 главы Говорит очень ясно Что люди все равно убивали себя Была болезнь хуже, чем СПИД Сильно распространенная сексуальная аморальность Люди убивали друг друга самым худшим образом Божий суд всегда является проявлением милости Потому что люди по-любому убили бы друг друга По-любому мы так поступаем с собой Поэтому об этом же говорит Осия И затем возникает модель Миноры Как я уже говорил об этом Это видно во всех пророческих книгах Там есть первая свеча Вторая свеча Третья свеча И средняя свеча Это стержень текста Когда Осия говорит Вы нуждаетесь в исцелении Вы нуждаетесь в рафа В исцелении Это не просто поверхностное исцеление Исцеление происходит на молекулярном уровне вашего тела Это не наша современная система оздоровления Которая происходит на поверхностном уровне Либо оно удаляет симптомы И даже если исцеляет болезнь То лишь небольшую ее часть Природа исцеления, о котором говорит Осия Совсем другая Это исцеление изменяет каждую клетку вашего тела Ядро, протоны, весь составной материал Поэтому исцеление происходит Начиная с основания И распространяется по всему обществу Поэтому Осия говорит Если бы вы только тешува Возвратились Если бы вы только искали Бога Бакаш Если бы вы только искали Бога Бакаш И искали Его не поверхностно И искали Его от всего вашего сердца Вот что означает Бакаш Вы испытаете Рафат Исцеление Это сердцевина книги Осии Заметьте, что в пунктах А и А' Я использую две различные аналогии В пункте А говорится О поведении народа Божьего Как о поведении жеребца В пункте А', который параллелен к пункту А Используется еще одна аналогия Это аналогия Митсуба Что в основном означает блудный сын Помните притчу о блудном сыне Которую рассказал Ишуа Откуда эта притча Из этой книги Когда Ишуа говорит Был младший сын Который уходит И говорит отцу Ты мне не нужен Дай мне часть твоего имущества И когда он просит часть его имущества То под этим он подразумевает Хотел бы я, чтобы ты умер Это грустно, не так ли? Очень грустно Поэтому отец говорит Да С камнем на сердце Ты желаешь моей смерти Все нормально Можешь взять часть своего наследия Иди, сын, я даю тебе мое благословение И тот уходит Уходит далеко Он почти умер с голода Конечно же, пока он кормит свиней Он наполовину мертв Как еврей И затем он говорит Я должен тешува Я должен возвратиться Когда я возвращусь Книга Осии говорит Его отец приходит и обнимает его Видите одинаковую аналогию В книге Осии Как муж он обнимает свою невесту Как любящий отец обнимает блудного сына И говорит Приди Приди домой Я приготовлю пир для тебя Поэтому тема продолжается В книге 12 И Аиль говорит Что день Господень Это день суда И здесь мы не будем углубляться В детали Помните, я говорил Что это обзор всех невеим Помните, я говорил вам Что день суда Это проявление Божьей милости Также я говорил Что суд Божий Это всегда Божье проявление милости Хотел бы я Чтобы мы близко приняли это к сердцу Многие говорят Ты проповедуешь адский огонь И послание о суде Люди не понимают Что это проявление милости Бога Поэтому Иоиль говорит В Иоиль 3.16 Красивая аналогия И он говорит Что в этом можно увидеть Милость Бога 3.3 Вторая половина 14 стиха 3 Ибо близок день Господень День Господень близок К долине суда Солнце и луна померкнут И звезды потеряют блеск свой Что произойдет дальше? Лев Зарычит Этот Божий суд Но это также проявление Божьей милости Когда весь мир услышит этот удивительный рев Аслана После чтения Малых Пророков Снова посмотрите фильм «Лев, ведьма и платяной шкаф» Этот фильм переведен на португальский? Да Пойдите и посмотрите этот фильм Почитайте книгу Иоиля И книгу Амоса Прежде чем вы пойдете в кинотеатр Вы увидите намного больше смысла в этом фильме Лев зарычит И суд Божий будет над всеми Гоим Знаете, что они также возвратятся Потому что на духовном уровне происходит деградация Амос говорит, что на социальном и институциональном уровне Амос говорит, что на социальном и институционном уровнях Также происходит деградация Поэтому Ося и Оиль говорят о духовных аспектах Что люди обращаются к духам Амос говорит о социальных и институционных сферах Он говорит о мужчинах и женщинах Он говорит, что женщинах Вы ведете себя как коровы Бегаете здесь и там Когда у этих бедных детей нет никакой еды Я видел такое, когда учил в Одессе Это очень грустно Это по-другому Эти люди ездят на мерседесах И носят кожаные пальто И сидят в ресторанах И едят очень дорогие деликатесы Но прямо перед ними я увидел маленьких детей И пожилых бабушек Которые рылись в мусорниках Прямо перед ними Пытавшиеся достать хоть кусочек хлеба Или остатки еды А те только смотрели и продолжали есть свою еду Прямо перед ними И я сказал, как вы можете так поступать? Об этом же говорил Амос Вот что вы сделали На социальном уровне На институционном уровне Поэтому призвание мессианской общины Глобальное Пусть западная Индивидуалистическая Евангелие Не очаровывает вас Которая говорит Я услышал Евангелие Иешуа Я спасен И я счастлив Я поклоняюсь Богу Прихожу на шаббатные служения По воскресеньям иду в церкви Провожу хорошее время в общении О, какая замечательная мессианская жизнь Амос говорит Осия говорит Нет, нет, нет Если ты настоящий последователь Иешуа Если ты настоящий последователь Бога То твое спасение должно проявляться во всех измерениях На личном Социальном Национальном Интернациональном измерении Я считаю, что это наше призвание Если вы на самом деле хотите следовать за пророками Вот почему я так рад, что ваша община делает это Достигаете бедных детей Которые не могут позволить себе медицинское лечение Или лечение зубов Или оказание медицинской помощи пожилым людям Я думаю, что это так важно Потому что таким образом вы становитесь цадек Делайте правильные вещи Достигая эвион Бедных Необразованных Отверженных О которых не заботится правительство И медицинская система Мы призваны достигать их Достигать Анна Очень-очень бедных людей Часто происходит такое Я не хочу прикасаться к этому Я не хочу прикасаться к этому Потому что я не знаю, какую болезнь я подцеплю Пророки говорят О, нет, нет Они есть из-за вас Нет, не из-за меня Я же ничего не сделал Да, именно из-за тебя Иди, прикоснись к ним Запачкай свои руки Потому что это цдака Об этом же говорит Амос Который был из Северного Царства И он говорит такое Я хочу предоставить вам всю структуру книги Амоса Амос пророчествует в 1 главе 7 стихе Посмотрите пункты А и Аштрих Он говорит о семи грехах Всех народов Это вы сделали неправильно И то неправильно Вы вывели всех в плен Вы вывели всех в плен Преследовали брата своим мечом Потому он перечисляет 7 видов грехов Давайте откроем Книгу Амоса Амос Вторая глава Вторую главу Стихи 6-8 Так говорит Господь за три преступления Израиля Амос 2-6 Так говорит Господь Ко Амар Адунай За три преступления Израиля И за четыре Не пощажу его Потому что продают правого за серебро И бедного за пару сандалий Можете вообще себе это представить? Человека продавали за пару сандалий Знаете, что-то происходит даже в наши дни Когда продают бедняков Как рабов За копейки Если хотите купить раба Поезжайте в Индию Знаете, сколько вам придется уплатить за одного раба в Индии? Угадайте Угадайте цену 10 долларов Вы можете купить раба за 10 долларов И это только один пример Я могу дать множество других примеров со всего мира Это происходило и в Израиле Это происходило в среде Божьего народа Бог продолжает говорить через Амоса Не делайте этого Но они продолжали делать Из-за этого Снова посмотрите на суть Глава 5 Стихи с 1 по 17 Бог говорит народу Вы упадете И не подниметесь Почему? Потому что вы не искали Вы не Бакаш Вы не пришли ко мне Вы ненавидели мой народ Вы любили только себя Потому что вы падете И так он подходит к самой сути своего послания Но слава Богу Что на этом он не останавливается Приходит финал Этот финал мы можем увидеть В самом конце книги Амоса Давайте прочитаем 9 глава книги Амоса Стих 11 В тот день Снова это слово Йом Адонай Ба Йом Хаху Ба Йом Хаху В тот день Я восстановлю Воскресение Скинею Давида Падшую Заделаю трещины в ней И разрушенное восстановлю И устрою ее Как в дни древние Чтобы они овладели Остатком Эдома И всеми народами Гоим Между которыми Возвестится Имя Мое Говорит Господь Творящий все сие Он говорит Вы падете Умрете Но будет день День воскресения Когда падшая сука Давида Воскреснет И они восхвалят И прославят Господа Только ли они одни Будут славить Господа Это замечательно Они овладеют Помните слово Яраш Семя не овладела Семя не яраш Семя не яраш Потом семя овладеет Кем? Кем? Овладеет кем? Остатком Палестины Остатком Эдома Остатком Сирии Все они придут и скажут Это славное воскресенье Вы и я Из Америки, Индии, Бразилии Заметьте, что там сказано Все народы Которые названы чем? Моим именем Видите это? Удивительно Как пророки Передают вам Это видение Поэтому Авдий Говорит о том же видении Авдий говорит Что будет суд Над Эдомом И возвратится Эдом в день Господень Иоиль Амос Авдий Все сходятся на одном Они говорят одно и то же Что Эдом Возвратится к Господу Все они Возвратятся к Господу Затем мы видим Эту красивую историю Сразу же после Книги Авдия И Ионы История об Ионе Очень интересная Пожалуйста, откройте со мной Книгу Ионы Давайте посмотрим Сколько времени Мы можем уделить этому Там сказано И было слово Господня Кионе Сыну Амафину Сделать что? Сделать что? Встать То же слово Которое использовал Амос И Авдий Что же делает Амос? Давайте прочитаем Встань Иди в Ниневию Кто? Я? В Ниневию? Это же язычники Ужасные язычники Ужасные язычники Они поклоняются Богине секса Они используют Ужасные практики Также они убивают Друг друга Но Бог говорит Нет, нет, Иона Иди в Ниневию Знаешь почему? Потому что это Великий город А теперь откройте Третью главу Книги Ионы Потому что Очень важно Это увидеть И было слово Господня Кионе Вторично Иона Третья глава Третий стих Каким был город Ниневия? Что там сказано? Ниневия Ниневия Был важным городом Для Господа Мне это нравится Вот что это значит В буквальном смысле В английской библии сказано Что это был Очень-очень большой город Нет смысла Бог послал Иону В Ниневию Потому что Этот город Был дорог для Бога Поэтому Прямо посередине Книги 12 Слово Бога Было к Ионе Иди в Ниневию Для чего? В первой главе Втором стихе Для чего? Проповедуй в ней Проповедуй в ней В буквальном смысле На иврите Проповедуй от ее имени Есть разница Проповедуй от ее имени Не надо их долбить Но молись от их имени Ибо злодеяния его дошли до меня Они перед моими глазами Поэтому что же Иона делает? Да Он убегает от присутствия Бога Давайте возвращаемся к тексту на иврите Потому что на иврите сказано И встал Иона Что сказал Бог? Иона Встань И Иона Встал Что же он делал потом? И встал Иона Чтобы бежать в Фарсис От лица Господня Что он делает дальше? Он пришел в Иопию Он пошел к реке Иордан Я рад, я рад И говорит Я могу обвести тебя вокруг пальца Бог Ты хочешь чтобы я встал? Хорошо, я встану Потом он поворачивается Спускается Идет в Иопию И находит корабль там Идет к кассе И спрашивает У вас не найдется еще один билет для меня? Я знаю, что касса уже закрыта Но для тебя у нас найдется билет Этот корабль курсировал один раз в три месяца И обычно жрецы и жрецы попадали на корабль Чтобы перевезти всех своих идолов Но кассир говорит Один жрец не пришел Поэтому для тебя место найдется Что Иона говорит? Аллилуйя Аллилуйя Слава Богу Я знал, что Бог всегда был неправ А я всегда был прав Поэтому Он говорит Аллилуйя И проходит Что сказано дальше? Входит на корабль Чтобы поехать вместе с ним в Тарсис От присутствия Божьего Что Пророк говорит? Даже когда все дела идут хорошо Давайте не будем думать, что мы ходим Божьими путями Только из-за того, что все в порядке Вовсе не означает, что мы исполняем волю Бога Вместо того, чтобы встать Он идет вниз и вниз И затем Бог воздвиг великий руах Это очаровывает Что здесь сказано? Господь воздвиг на море крепкий ветер Сделалась на море великая буря Корабль готов был Что? Корабль готов был разбиться Знаете, что сказано на иврите? Вот почему нужно учить иврит Идите к своему учителю иврита, хорошо? Потому что в буквальном смысле на иврите сказано Корабль думал разбиться Почему это важно? Иона не думал Корабль думал Море думало Иона не знал о руах Божьем Корабль знал о руах Бога Море знало о руах Бога Поэтому Иона идет туда И корабельщики, которые были жрецами и жрицами Слово «ветер» Не очень хороший перевод Также интересно, что в первой главе книги «Бытие» Во втором стихе Когда Дух Божий носился над водою В еврейском переводе сказано, что ветер от Бога носился над поверхностью воды Есть разница Это руах Это не простой ветер Что эти люди делают? Они страшны И они говорят «Воу, не знаю, что происходит» Корабельщики устрашились Они не знают, что происходит Поэтому что же они делают? Во-первых, взывают к своим богам и богиням И затем, что же они делают? Стих 5 Что они сделали? Сбросили что? Кладь с корабля Вот почему вы должны знать еврей Потому что это не обычный груз Знаете ли вы, что это был за груз? Статус богов и богинь и религиозных сосудов, которые они использовали в поклонении Это был не обычный груз Вот что они выбрасывали Вот почему я сказал, что это не обычные мореплаватели Не обычные торговцы Это жрецы и жрицы Как вы думаете, как Иона должен был поступить? Как Иона должен был поступить? Он должен был сказать «О Бог мой!» Это своевременный момент, чтобы рассказать вам о моем Боге Вы напуганы, ваши боги не отвечают на ваши молитвы Позвольте мне рассказать вам о Творце всей Вселенной Который придет еще раз Но что Иона делает? Так сказано Во второй половине пятого стиха Что же Он делал? Он спал Он спал Когда? После того, как спустился Когда Он спустился? Вот почему грамматика важна Когда Он спустился? Перед тем, как Бог послал шторм? До того, как эти люди начали взывать к своим богам и богиням? Нет Он спустился после того, как Он уже все это увидел Видите послание Ионы? Иона делает это Но это притча Это вовсе не означает, что это не происходило Но на примере жизни Ионы Малые пророки видят Что так поступил Израиль и Иуда Вместо воскресения Вместо воскресения Они спускаются Они спускаются Как река Йордан И спустившись Что они делали? Они ложились И что происходит потом? Они крепко засыпали Вот почему нам нужно изучать иврит Потому что река Йордан 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 Не так ли? Куда она втекает? Помните, я говорил о географии? Она втекает в мертвое море Море мертвец Это самая низкая точка на поверхности Земли 417 метров ниже уровня моря Вместо того, чтобы подняться Иона спускается 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 Он спускается так низко И он использует Я рад Я рад Я рад Радав Радав Знаете, что означает слово радав? Это слово используется для описания человека Это слово используется для описания человека человека, который спит с чужой женой при любодеянии, который спит с чужой женой, какое было наказание в соответствии с Торой, смерть, или же это слово используется для описания человека на его смертном одре. Поэтому видите ли вы то же послание, о котором говорили пророки? Вот что вы сделали. Бог просит вас подняться, но вы не поднимаетесь. Вы все спускаетесь и спускаетесь к берегу мертвого моря, и вы превращаетесь в мертвецов, в человеческих глазах и в глазах остального мира. Поэтому это послание книги Ионы. Эту книгу цитируют на Йом-Кипур. Позвольте мне дать вам основную структуру первой главы. Иона спускается. Смотрите на сердцевину. Он спускается вниз, он похож на мертвеца. И мореплаватели подходят к нему и спрашивают его, что ты делаешь, что ты делаешь? Остальные религиозные лидеры подходят к нему и спрашивают, что ты делаешь? Поднимись, поднимись, воскресенье, воскресенье. Поэтому остальной мир придет к мессианской общине, если мы не будем следовать Божьему Слову. Остальной мир придет к мессианской общине, чтобы сказать нам, поднимитесь. Когда дело доходит до Иуды, до Израиля, и мир послушает Слово Бога с благодарностью и обратится к Богу. Мы находим это в последней части книги Ионы. К сожалению, Иона все еще не понял. И мир послушает голос Бога. С этого момента я ускорю лекцию, хорошо? Мы подошли к последней книге 12. Самая последняя книга, книга Малахии. Но прежде, я хотел бы осветить пару моментов книги Захарии. Книга Захарии говорит, что народ Бога не послушает Бога. Они не испытают воскресения. Но в конце придет человек по имени Самах Адунай. Видите это в конце? И вы увидите его в 3 главе Захарии, стих 8. 8 стих. Захария 3 глава, 8 стих. Иисус, Иерей Великий, ты и собрания твои, сидящие пред тобой, мужи, знаменательные. Захария 3, 8. Бог даст знамение. Какое слово используется для описания знамения? Оут. Бог даст оут. Какого плана оут? Вот я привожу раба моего. Кто этот слуга? Отрасль. Саамах. Вся книга Захарии говорит, что придет этот Самах Адунай, и Он создаст настоящий храм. Храм Бога. Его слово распространится по всей земле. Люди из Японии, Бразилии и Индии. Народы Гои и евреи. Каждый придет и найдет убежище под этой ветвью и прославит имя Господа. Когда это произойдет? Это произойдет на праздник Куши. Поэтому посмотрите на последнюю часть книги Захарии. Египтяне. Люди из всех народов. И в последней главе книги Захарии сказано, в 16 стихе, «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима». Видите это? Все, противостоящие Божьему народу сейчас, все они придут, потому что будет воскресенье. Они будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. Суккот. Все они придут и удивительно поклонятся этому Богу. И на арабском языке. На арабском языке. И на хинду. На санскрите. На китайском. И все мы поймем друг друга. Разве это не чудесно? Это воистину чудесно. Книга Малахии – самая последняя книга. Из-за ограниченного времени я не буду углубляться в детали. Но книга Малахии завершается этими словами. Она начинается со слов «Воскресенье» в прологе. Затем Малахия говорит, «Придите и испытайте Ахав Бога, Его крепкую любовь. Он – ваш отец, он – ваш царь. Испытайте его как своего отца». Позвольте мне привести один пример. Очень важный пример, особенно когда мы общаемся с мусульманами. Одна мусульманка написала книгу из Пакистана. Она родом из царской семьи. Царственной семьи. Ее звали Билке Шейк. Название книги – «Я осмелилась назвать его отцом». Если она переведена на португальский язык, то я поощряю вас купить эту книгу. Потому что она смотрела на Бога, как на тирана. У которого была палка. И который хотел нашлепать ее всякий раз, когда она ошибалась. Затем кто-то дал ей Библию. Она прочитала ее. И сказала, «Нет, нет, Бог не тиран. Бог, как мой отец. Он ожидает, когда же Он сможет меня обнять и обвить Своей любовью». В детстве к ней плохо относились. Сексуальное изнасилование в детстве. Но она увидела дальше. И обратилась к Иешуа. Поэтому название книги – «Я осмелилась назвать его отцом». Об этом же говорил Малахи. «Он ваш отец. Возвратитесь к нему. Возвратитесь к нему. Потому что Он вас крепко любит». Когда народ обратится к Нему? Я читал эти стихи ранее, но думаю, что было бы хорошо повторить их еще раз. В последние дни. В последние стихи 4 главы книги Малахии. 4 глава, 1 стих. «Ибо вот придет день». Видите, Йом Адонай. «Придет день». «Придет Йом Адонай». «Как вы его увидите?» 2 стих. «А для вас, благовеющих пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших. В тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф, вот что произойдет. Закон Моисея, раба моего, будет восстановлен. Моисей возвратится, но прежде возвращения Моисея, в 5 стихе сказано, «Вот я пошлю к вам Илью пророка преднаступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их и сердца отцов к детям». «Он уже пришел?» «Нет, еще нет», как говорит Малахия. Помните конец книги Второзакония? «Он пришел?» «Нет, нет, еще не пришел». В самом конце пророческих книг Малахий говорит, «Нет, нет, он еще не пришел». Затем мы открываем «Ктувим». «Ктувим» начинается с первого псалма, который говорит о Торе. Второй псалм говорит о Мессии. «Он пришел?» «Он пришел?» «Вы доходите до самого конца Писаний». Второе параллель Паминон. «Он пришел?» «Нет, он не пришел». «Он не пришел». «Исполнится слово пророка Еремии». Второе параллель Паминон 36.21 «Доколе во исполнение Слова Господня, сказанного устами Еремии, земля не отпраздновала суббот своих. Будет еще один долгий период времени, и потом придет Мессия. И тогда вы войдете в Брид Хадаша. В Брид Хадаша сказано, что Он пришел. Он пришел. Он слуга Господа. Он взял на Себя наши грехи. Умер за нас. Страдал за нас. Исцеление в Его крыльях. Он будет висеть на дереве. «Этот слуга заберет все наши грехи». Один за всех. Помните концепцию одного и корпоративного? Один за всех. Но история не заканчивается на этом. Он придет еще раз. И тогда вы и я являемся теми двенадцатью. Вы и я — это Элияху, чтобы подготовить путь для Господа. Вы готовы это сделать? Для Бразилии вы готовы это сделать? Для Израиля. Для Палестины вы готовы? Для сирийцев. Все народы придут и поклонятся царю на праздник Кущи. И затем он придет. Пусть прославится Его имя. Пусть вы и я будем пророками для Него в нашем веке. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Пусть Бог благословит вас.